А главное событие выходных в Кировске – фестиваль социальных проектов ФОСАГРА, приуроченный к 20-летию компании. Красочное мероприятие развернулось на нескольких площадках – в Кировском городском дворце культуры, музейно-выставочном центре «Апатит» и молодежно-культурном центре «Дрозд». Именно на этой площадке и стартовал фестиваль. Чем удивляли специалисты «Дрозда» детей и взрослых, расскажут Евгения и Илья Максимовы. В молодежно-культурном центре «Дрозд» «Аншлаг» на двух этажах здания развернулись более 20 локаций. На каждой детей и взрослых знакомят с направлениями работы «Дрозда» – тренерами и педагогами. Очень рады жителям города и нашим детям. Очень большое количество пришло. Такое праздничное настроение. Мы готовились. Все очень красиво. Каждый житель города и ребенок уходит отсюда с хорошим теплым сердцем, с хорошим настроением и с сувениром. У тренеров по футболу и хоккею нет отбоя девчонок и мальчишек. На улице настоящей экипировки они пробуют забить гол в ворота. В это же время в спортивных залах МКЦ гости знакомятся с самбо и художественной гимнастикой. Не меньше желающих выстроилось и на мастер-классы по созданию эко-сумок и брошей из природных материалов. А кто-то проверяет знания геологии в викторине или делает снимки на память с профессиональным фотографом. В молодежно-культурном центре «Дрозд» открыто множество площадок. Одна из последних – школа медиа. Ребята сейчас готовят свой репортаж с фестиваля. Сегодня на фестивале «Дрозд» мы рассмотрим такое отделение, как самбо. И сейчас мы посмотрим на тренировку детей. Роман Драчев свой выбор сделал давно. Он профессионально занимается натурбаном. Но в день открытых дверей не смог пройти мимо шахмат. Сегодня я был на разных площадках и застрял на шахматах. Мы с другом уже играем где-то полчаса и не можем оторваться. Очень интересно. Шахматы – это вид спорта, в котором нет границ. В него могут играть и мальчики, и девочки, и дети, и взрослые. Очень полезный вид спорта. Развивает усидчивость, внимательность, собранность. Фестиваль социальных проектов еще раз доказал, что «Дрозд» собирает под своим крылом самых талантливых, увлеченных ребят из Кировской Апатитов. Надо сказать, огромная спонсерба компании «Фосагра». Смотрите, какой прекрасный центр выстроен, отремонтирован, а самое главное – оборудован, оснащен. И еще, что очень важно – прекрасные тренера здесь. Напомним, что центр «Дрозд» был открыт весной этого года, после масштабной реконструкции здания. На проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и благоустройства прилегающих к центру территории компания «Фосагра» выделила более 81 миллиона рублей. Рамки эфирного времени не позволяют показать и десятые доли того, что происходило в минувшую субботу, лишь на одной из площадок фестиваля социальных проектов компании «Фосагра». Восполнить этот пробел нам поможет заместитель директора по организационной работе молодежно-культурного центра «Дрозд Хибины» Екатерина Посполита. Екатерина Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот на самом деле мы показали сюжет, но, естественно, в три минуты не могли уместить всего того, что происходило в субботу. Помогите нам восполнить этот пробел. Какие еще яркие моменты праздника, вот лично вам, запомнились и были очень важны? Да, действительно, у нас проходил день открытых дверей нашего молодежно-культурного центра в рамках фестиваля социальных проектов. И мы показывали не только направления работы спорта, но и другие. Такие, например, как здоровьесберегающие технологии, это наша программа «Навигатор здоровья». Каждый желающий, как и наши воспитанники, могли пройти этот мониторинг и посмотреть на свои резервы организма. Также мы всех гостей угощали кислородным коктейлем. Это наше новое оборудование. Теперь воспитанники молодежно-культурного центра будут его принимать на постоянной основе. Мы показывали наших экологов, волонтеры-экологи под красивым куполом на втором этаже устроили мастер-классы для наших гостей. Это были мастер-классы по изготовлению вещей, сувениров из эко-материалов. Это броши, эко-сумки, мини-настольные игры. И эта локация завоевала больше всего отзывов. Нам было очень приятно, что это отметили. У нас в октябре запустился наш новый проект. Это школа «Медиа Дрост». И воспитанники этой школы были на своей практике, скажем так. Они пробовали себя в роли ведущих, брали интервью и у организаторов, и у гостей. И совсем скоро мы увидим их репортаж в нашей социальной сети ВКонтакте. Мы считаем, что все получилось. Получили не только положительные отзывы наши гости, но и мы сами были рады этому. А впереди нас ждет уже буквально на этой неделе с 15 по 17 число. Это турнир по хоккею среди юношей в городе Кировске. Кубок Сергея Федора на призы компании «Фосагра». Это мероприятие города Кировска. А также с 18 по 21 число в Апатитах пройдет традиционный турнир по баскетболу «Кубок Заполярье». Я знаю, что все то, что предлагает сегодня Дрост Хибины, естественно, находит свой отклик в сердцах родителей, вызывает интерес у самих юных кировчан. Но вот насколько новое предложенное направление пользуется спросом? Как популярна у нас сегодня журналистика? Мы набрали без проблем группу. Группа у нас не более 15 человек. И состоит школа наша из 15 человек. И мы слушаем не только, не только предлагаем свои идеи, но также слушаем наших ребят. Допустим, по многочисленным откликам мы видели, что ребята предлагали свои идеи, и они планируют создание YouTube-канала подросткового с передачей «Как быть взрослым». Очень интересное предложение, нас тоже очень удивило. То есть там будут рассматриваться такие вопросы, допустим, как написать резюме и устроиться на работу, как снять квартиру и заплатить за коммунальные платежи. Очень актуально. Да, как распределить бюджет и так далее. То есть ребятам это интересно, и думаю, что всем остальным. Ну, ребятам интересно, и все наши жители тоже найдут ответы на самые актуальные вопросы. И тем более, что вот вы сказали, что применяться будут самые современные подходы. Конечно. Все это будет визуализировано через YouTube-канал. Екатерина, ну вот сегодня воспитанниками центра «Дрост», поправьте, если я ошибаюсь, является 2,5 тысячи воспитанников. Да, действительно. Для них предложено 25 направлений, секций, кружков. Вот это масштабно, это грандиозно. Может ли наступить когда-нибудь такой день, когда вы скажете, что вот, пожалуй, запас нашей прочности иссяк, и у нас уже нет возможности принимать в свои ряды все новых воспитанников? Я уверена, что такого дня никогда не настанет, потому что у нас открывается много новых направлений, и мы расширяем те направления, которые у нас есть сегодня. В этом году в Кировске появились новые тренерские составы по футболу. Теперь в футбол можно записаться с шести лет. Появился тренер по самбо новый, то есть появилась возможность больше взять детей. Также приехал новый тренер по хоккею. Хоккей у нас с трех-четырех лет. В «Апатитах» появилась эстетическая гимнастика, поэтому мы расширяемся, у нас много планов. Такого дня точно не настанет. Спасибо, Екатерина, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Я напоминаю, в студии Народного телевидения мы говорили о фестивале социальных проектов компании «ФосАгро» и о планах движения «Дростки Бины». На наши вопросы ответила заместитель директора по организационной работе организации, объединяющей сегодня тысячи юных кировчан Екатерина Паспоря.